Севастополь 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 Какова ответственность за коррупционные правонарушения на сегодняшний день? Ну, скажем так, самое банальное, что коррупционная составляющая в данных вопросах, окончательное решение по коррупционной составляющей принимается судом. Наша работа заключается в том, чтобы непосредственно выявлять и составлять материалы, непосредственно фактов выявленных и перенаправлять в контролирующие органы для принятия решения согласно законодательству. А какая-то градация по тяжести коррупционных правонарушений существует или нет? Конечно, есть преступления коррупционной направленности, к примеру, как хищение материальных денежных средств, средств с использованием служебного положения, дача взяток или получение выгоды путем коммерческого подкупа. Также существуют административные правонарушения, дисциплинарные правонарушения, ну и сделки, связанные между лицами, то есть гражданской правовой сделки. А каков порядок обращения граждан по фактам коррупции? Ирина, может быть, вы начнете? Да, важным мером по фрилактике коррупции является формирование в обществе нетерпимого отношения, и также является неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений. В первую очередь нам бы хотелось обратиться к гражданам города Севастополя, потому что без их помощи мы не можем полноценно осуществлять свою работу. Поэтому мы хотели бы сказать, что действует телефон доверия, по которому вы можете позвонить и сообщить о известных вам фактах коррупции. Номер телефона 54-44-04. Повторите еще раз. 54-44-04. Также в законодательстве о противодействии коррупции четко закреплена обязанность государственного гражданского служащего уведомить своего нанимателя-работодателя о фактах склонения его к коррупционным правонарушениям. То есть мы делаем упор на то, что не только граждане могут обратиться, но также государственный служитель, это является его обязанностью. Он сообщает об этом работодателю, он сообщает об органах, которые занимаются этим непроцессом. И он также несет ответственность за непредоставление работодателю такой информации. Какие деяния на сегодняшний день можно квалифицировать как вымогательство взятки? Андрей Владимирович, может вы начнете? Ну, закон, скажем так, определяет понятие взятки как коммерческий подкуп должностного лица. Предметом взятки наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера, оказанные безвозмездно, но подлежащие оплате. Под выгодами имущественного характера следует понимать, в частности, занижение стоимости передаваемого имущества, приватизуемых объектов или уменьшение арендных платежей, ну а также процентных ставок за пользование банковскими судами. В принципе, это все является составляющим моментом в процессе получения взятки. На сегодняшний день в Севастопольском регионе выявлены хоть какие-то случаи вымогательства взяток? Ну, скажем так, давайте зададим это в вопрос органам, которым этим занимается. Мы осуществляем сбор информации в случае подтверждения передачи, а вот уже отчетность о фактах... Понятно, здесь уже именно правоохранительные органы, что называется. Это уже не наше видение. Понятно. В правиле госслужащие выполнять иную оплачиваемую работу, кроме основной? В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона Государственной гражданской службы Российской Федерации, он имеет право, предварительно уведомив об этом работодателю, в случае, если это не вызовет конфликта интересов. То есть, ну, также вспомнить надо о запретах, которые действуют в отношении государственных служащих. Он не может заниматься иной коммерческой деятельностью. Поэтому, если есть информация о том, что какой-либо государственный служащий занимается предпринимательской деятельностью, мы просим нам об этом сообщать, мы будем проверять это на комиссии по соблюдению требований. Вот. Также хотелось бы сказать, что государственный служащий может заниматься педагогической, творческой деятельностью и научной деятельностью. То есть, преподавать, писать книги, пожалуйста. Если это не будет вызывать конфликт интересов. Ясно. Каков порядок заполнения декларации? Хотелось бы сказать, что как раз на данный момент сейчас у нас идет подача справок о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих. Порядок ее заполнения закреплен методически к рекомендации, которые Минтруда нам предоставила. Заполняются они на государственного служащего, на супругу супруга и на несовершеннолетних детей. За какой период все-таки стоит подавать сведения? Отчетный период с 1 января по 31 декабря. Так как мы говорим про отчетный год, это 14 год, по состоянию на 31 декабря 2014 года. Каков крайний все-таки срок подачи декларации? И существует ли он? Существует. Есть несколько категорий, по которым подается государственные служащие. Подающие подают справки о доходах и расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Но хотелось бы ответить, что такие должностные лица, как губернатор города Севастополя и лица, замещающие государственные должности, уже предоставили справки о доходах и расходах, обязательствах имущественного характера и установленный срок. А есть ли какие-то ресурсы, где размещается информация о доходах и имуществе высших должностных чиновников, допустим? Так точно. Такая информация размещается. После окончания срока предоставления справок на сайте правительства Севастополя будет опубликована информация в том объеме, которым закоплено законодательством. Спасибо большое за исчерпывающие вопросы. Вы смотрели программу «Акцент», эфир же информационного канала «Севастополя» продолжается. Не переключайтесь, будьте в курсе всего, что происходит в городе.